итак ну что же всем здрасте господа и надеюсь дамы которые нас смотрят я надеюсь нас смотрят дамы поэтому всем здрасте ребят и сегодня я решил подкинуть в топочку ваших размышлений чтобы мысли ваши там немножечко вот это вот оно вот это вот не застаивалась одну тему интересную вы знаете я вот наблюдая со стороны ребят мои наблюдает и мы в целом вот так вот наблюдаем над всем вот так вот смотрим как люди относятся к своим автомобилям и мы сегодня не будем говорить на тему новых автомобилей ребят вот если вы купили новое авто если вы его покупали с салона если вашему автомобилю 2-3 года, если там не было ДТП и прочее, вообще видео не для вас, переходите дальше, у нас там сотни видео, посмотрите что-нибудь для себя полезное. Мы сегодня поговорим с вами об автомобилях, которые вы купили, они бэушные, они непонятные, или вы, допустим, ездили лет 10 на автомобиле и очень почему-то уверены, что с фарами ничего плохого не случалось. Вообще, ребят, вы просто за 10 лет, возможно, меняли одну лампочку, вот я к вам буду взывать сегодня. Понимаете, как бы ситуация-то какая неприятная, да, происходит периодически, вот мы лампы людям пытаемся подобрать, некоторые люди говорят, да мне вот как бы мне просто лампочку поменять. Мы начинаем объяснять, что, друзья, вот ну не надо, ну вот смотрите, надо посмотреть СТГшечку, вот есть у вас мы и как бы есть менеджеры, ребята, которые сидят, ждут ваших сообщений, есть я лично у вас, ссылки на нас есть вот там внизу, там есть сообщество, там можно на стене написать, можно в личку менеджерам написать. То есть людям, которые немножечко, немножечко разбираются, как должен светить свет. И то есть, имея большой опыт, друзья, вот как бы лично в моем, вот моем, да, вот это, рулите и прочее, уже больше 2 миллионов километров пробега. То есть это довольно-таки большое расстояние. Из них, ну, грубо говоря, одну треть это я точно проехал ночью, друзья. То есть можете взять и посчитать. Спросите, как так получилось? Ну, просто работал одно время менеджером по развитию и прочее на разные фирмы. Автомобили были, вот, от фирмы, автомобили были свои и, короче, вот как-то больше 2 миллионов намотал. То есть за сутки проехать тысячу километров, полторы, пятьсот, вот так. Вот, поэтому намотался, наездился и даже ночью и примерно понимаю, как должен светить свет. Точно так же есть, ребят, менеджеры, у которых также есть опыт, то есть они видели уже много автомобилей, они ездили на многих автомобилях. Они понимают, как светит хороший свет и как светит плохой. То есть они сами устанавливали, ищли еще какие-то моменты возникали. И вот мы всей вот этой вот агитбригадой, вот, как бы призываем людей перед тем, как вообще устанавливать что-то в свои фары, ну, просто немножечко задуматься, просто немножечко включить мозг и понять, что не все йогурты одинаково полезны. Друзья, вот смотрите, какая ситуация. Есть моменты, когда даже вот люди забивают хер, они спешат, да, и вот, как бы, вы вышлите, я вот, а потом начинаются сопли слюни. И начинается, что мы купили фары депо, а они что-то как-то вот отвратительно светят. Это прям частая история. Мы купили чего-то вот автомобиль, а там билет стоит, вот, и как бы, а что делать, а он сдох. Или там мы купили фары, там вот лампы ксенон, как бы машина ксенон куплена, а где-то как-то света нет. Запрашиваю 6G, они такие, да блин, давай вот я вот поставлю. И потом в итоге мы меняем лампочки людям на билет линзы по причине того, что, ну, как бы, оно там мертвое, потому что люди уже потом с линзами, когда уже лампы поставили, когда попробовали, они уже понимают, что нифига там, вот, оно же не улучшилось, оно даже стало как-то... Вот, потом эндоскопию многие скидывают, это когда вы камерой залазите, смотрите, и мы видим эти страшные кадры. Потом люди при переборе фар, да, когда уже устанавливают белые линзы, скидывают фотки и видео, и я лично в ужасе, что наблюдать там приходится. Иногда это видно, что вот, как бы, человек хоть и говорит, что у меня фары живые, классные, все там здорово. Ты вот настаиваешь, как бы, я вот настаиваю, говорю, чувак, ну, давай, ну, пожалуйста, ну, доедь до любой стенки, ну, сфоткай ты там с двух, с четырех метров, как ближняя распределяется, или туманки, смотря, что подобрать надо. И видим вот этот ужас, и приходится людей расстраивать, ребят. И, как бы, ну, билет, понятно, то есть купили тачку, она на билет, оно сдохло, там уже ничем не помочь, и, как бы, только фары перебирать. И вот это отдельная статья веселья для многих людей, когда они покупают автомобиль, его обслужить надо. Блин, это стоит денег по нынешним меркам, да, автомобиль бэушный, многие новый позволить не могут, ну, сейчас и бэушки выросли в цене, но приятной неожиданностью, точнее, неприятной неожиданностью становится то, что помимо обслуживания автомобиля, еще надо потратить на перебор фары и замену белой длинз, потому что без ближнего даже с одной стороны ездить как-то тоскливенько, и вот человеку надо сразу там тысяч двадцать пять, тридцать, сорок, пятьдесят вложить. А зачастую еще бывает такое, что не говорят, что там стояло, потому что автомобиль перепродается через какую-нибудь площадочку, и вот это вот тоже отвратительно, потому что человек сразу попадает автоматически на две линзы, то есть не одну фару перебрать, а две, потому что неизвестно, что там внутри, и, соответственно, это в детейлинг машина отвозится. Но есть еще же момент, когда фары мертвенькие, или фары депо покупаются, или еще какой-нибудь лютый, отвратительный просто хлам, и там бывают СТГ прям вот, ребят, прям печаль. И вот в этом есть момент, когда люди заблуждаются, говорят, да у меня все хорошо, ты вроде бы пытаешься объяснить, что может быть там не все хорошо, а человек говорит, нет, я уверен, оно вот все классно, оно визуально, смотришь и прям вот один в один как новое, один в один как новое. Но по факту, блин, ну как бы там не новое, далеко не новое, друзья. И поэтому, ну вот я всех вас призываю, прежде чем вы вообще лезете в тему светодиодного света, а светодиод умеет усиливать все, что выдает фара, примерно там в пять раз, в десять раз, да, вот, и как бы это не по замерам, друзья мои, это из практики, это не то, что там намерил кто-то вам какие-нибудь чудики с приборами, что вот это светит лучше вот этого, а в итоге ни одного видео, ни одних фото самих результатов живых, что вот я там, вот я с приборами, на, вот я прям машина сделал, помог улучшить хоть какой-нибудь фотоотчет или видео, а нету этих отчетов, потому что человек умеет только на приборе там чего-нибудь покрутить, и все. А мы же-то работаем вживую, мы столько выкладываем видео и отчетов, и в группе публикуется фото, что там просто капец. И это, друзья мои, на секундочку всего 1-2% от того объема, что мы вообще делаем, потому что люди все заняты, и зачастую невозможно видео прислать, там фото сделать и прислать, поэтому в этом есть косячок с друзьями, вот, поэтому не стоит слушать людей, которые не показывают практики, друзья мои, в теории, в цифрах, на приборе оно все великолепно, а как это будет в вашем автомобиле, это вот совокупность этих факторов, понимаете, ни одной лампочкой един свет, да, или ни одной билет-линзой един свет, это все может как улучшиться, так и ухудшиться, поэтому, друзья, существуем мы, существует подбор, и существует опасность ослепления, вот, как бы, понимаете, ситуация изменилась кардинально, да, с того момента, когда люди ездили и выбирали ксенон, то есть меньше стало ослепления на дорогах, да, оно не пропало, друзья мои, не искоренилось, потому что есть хорошие светодиодные лампы, это стало значительно меньше, поэтому и сотрудники ГИБДД начали относиться чуть попроще, разобрались в законах, слава богу, и они тоже поняли, что все-таки не все то, что блестит очень сильно, вот, поэтому, друзья, вот, как бы, мы хотим, наше призвание, в принципе, нашего проекта, это искоренить как раз ослепление, сделать людям качественный классный свет, объяснить, разъяснить, внушить, донести до людей, что вот, как бы, не только лампочка единая, надо еще и изначально понять, в каком состоянии у вас фары, и я могу честно признаться, что процентов 20 тех людей, которые к нам обращаются, отсеиваются еще на стадии подбора, ребят, просто мы пытаемся людям донести и объяснить нашу позицию, что слепить плохо, что, как бы, понимаете, вот, есть еще момент, вот этот вот дурацкий, когда люди думают, что мы просто продаем лампы, нет, ребят, мы занимаемся именно подбором, и девочки, да, мы занимаемся именно подбором, то есть продают это те, которые вот так вот, показали вам, вот, смотрите, как оно светит здорово, и все на этом, не, мы еще и обратной связи имеем очень много, богатый опыт, да, очень давно мы работаем на рынке, очень со многими людьми сотрудничаем, очень имеем обратной связи много, очень много всего, ребят, и зачастую бывает, что вот, ну, печальные, печальные события, и поэтому, как бы, вот, вот мы не перепродаем, мы не продаем, мы именно подбираем, помимо того, что мы изначально, как бы, пользуемся практикой, да, своим вот впечатлением, первичной диагностикой, можно это так назвать, да, по фотографии, да, по фотографии, там видно все, друзья, там видно не только светоневую границу, но еще и горячие пятна, и, короче, мы вот сами смотрим, и многие такие, да что вы там можете понять из этих фото? Можем, можем, если вот все грамотно сделать, там есть представление, как оно будет светить, и вот поэтому мы изначально, первичной диагностикой людям объясняем, что происходит, даем какие-то рекомендации, потом подбираем лампы, потому что, ну, есть определенные, субъективные даже факторы, работа способности с определенными автомобилями определенных видов ламп, и непосредственно еще и как там что разместить, вот, и потом, после даже подбора, продажи ламп, когда вам лампы приехали, мы с очень многими людьми, очень долго объясняем, как бы, а как установить правильно, а как вот подкрутить, а вот тут хорошо, а вот тут вот можно еще, а вот настроечка, а прочее, а вот вы возьмите, сделайте вот так, а вот тут вот это, и поэтому это все и есть конкретно наша работа. Если вы думали, что мы просто закупили лампы и просто продаем, вы глубоко ошибаетесь, друзья, потому что это большая, кропотливая работа, и бывает такое, что из 50 отвеченных сообщений за сутки, ну, а в сутки бывает 10, бывает 20, бывает 5 человек обратится, бывает 50, бывает и больше, друзья мои, но бывает из этих всех подбирается всего одному, и не потому, что он такой, цены, аааа, и побежал, нет, друзья мои, цены уже давно никого не пугают, все понимают, что помимо цены есть еще куча всяких факторов, и гарантия тоже является одним из, которые заложены в цену самой лампы. Для каких вот людей чисто вот, как бы, является цена критерием, да, и фактором покупки ламп или выбором ламп, ну, для тех, наверное, вот, как бы, ну, идите куда-нибудь, купите где-нибудь подешевле, а к нам приходите за качеством, друзья мои, если вам надо прям результат, то тогда приходите к нам, и мы будем и смотреть СТГ, и, соответственно, рассказывать вам про ваши фары, и подберем вам хорошие лампы, если нужно, друзья мои, если вы обратитесь, если вам это нужно, потому что нам, по сути, просто продать лампу смысла нет, мы бы давно уже пришли в какие-то магазины, автомагазины, пришли бы на площадки всякие, да, вот эти вот, которые, интернет, торговля, и просто бы продавали лампы, как делают большинство, то есть не задумываясь о том, куда лампа пойдет, в туманку, в основной свет, в дальний свет, абсолютно было бы пофиг, вот, ну, на самом деле, если бы мы занимались продажей, мы бы больше зарабатывали, я вам даже более страшную тайну открою, но мы выбрали для себя путь именно качества, именно разъяснения людям, именно доведения вот этих вот моментов, самых важных, как я считаю, поэтому, друзья, если вам нужно именно качество, если вы хотите именно и диагностику первоначальную, и потом подбор, и потом разъяснение, как вам с этой лампой жить, потому что очень много нюансов есть, не просто взял, поставил и поехал, не переходниками мы укомплектовываем наши лампы, и пересылку мы людям дарим от определенной суммы заказа, друзья, у нас много всяких плюшек, которые помогают людям сделать дорогу светлее и безопаснее, ребят, и мы очень сильно реально переживаем за тему светодиодов на дороге, потому что мы были первыми, на секундочку, кто показал свет теневую границу вообще в фарах рефлекторных, мы были первыми в России, кто показал нормальное светораспределение ламп в линзах, потому что до появления проекта ProAutoLet не существовало понятия подобрать лампу в рефлектор, и те люди, которые сейчас с приборами говорят, что лампы светят, они до этого говорили, что в рефлектор только галоген, в линзу только ксенон, а если хотите крутой свет, берите BLED, линзы Optima и Dixiel, ну, говни... ну, ладно, вот как бы что было до нас, пока мы не появились, мы появились и понеслась, и люди узнали, и вот теперь выслушиваем, что оказывается вот те нехорошие люди, которые до этого говорили, все лампы говно, и ни в коем случае они не светят, теперь переобулись и говорят, что светят, вот теперь их там боготворят, говорят, что они классные, хотя, повторюсь, ни одной практики, ни одной, ни одного автомобиля собранного, чтобы вот прям, прям СТГ, чтобы качество, нет, вообще отчетов ноль просто, вот просто на приборе лампочку покрутило, и такое, о, вот смотрите, вот это хорошо, вот это плохо, а фактов жизненной практики ноль, друзья мои, ноль, практика это самое важное, обратная связь, это самое важное от вас, то есть, что мы и просим в виде видео, фото, нравится, не нравится, как вы к этой лампе относите, какой результат вот тут и прочее, ребят, поэтому, друзья мои, если нужно, не будьте самоуверенными, что у вас все прям вот на высшем уровне, и классно, можете ошибиться, приходите к нам в подбор, если мы вам нужны, друзья мои, если вам нужно именно качественно свет подобрать, обращайтесь, мы подберем, но именно с фотографиями из ТГ, друзья мои, либо напишите, мы вам разъясним, как это все сделать правильно, и после этого только приходите в подбор, не надо торопиться, не надо вот это гнать вперед паровоз, давайте быстрее, у меня лампочка сгорела, я хочу, мне надо, и вот такие глаза, потом на дороге не вижу ни хрена, всех слеплю, ребят, вот мы не из этих, пожалуйста, поэтому, вот такой посыл, я надеюсь, вы все прекрасно поняли, друзья мои, я надеюсь, я вам разъяснил нашу жизненную позицию, поэтому, если согласны с качественным светом на дорогах, ставьте лайки, друзья мои, подписывайтесь на нас, везде, где смотрите, пишите свои комментарии, вопросы, все можно задать, задать по ссылкам вот там внизу в описании под видео, перейдя в личку к менеджерам, повторюсь, или в сообщество перейдя, и вот там вот тогда пообщаемся, всем спасибо, пока народ, до новых встреч в подборах и на тестах.